Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Лебедев Юрий и мы продолжаем серию веб-кастов, посвященную Windows 7. В сегодняшнем веб-касте мы разберем обновление редакции Windows 7. Мы сначала посмотрим на поддерживаемый сценарий обновления, затем подготовимся к этому обновлению и произведем обновление редакции Windows 7. Для демонстрации я выбрал Windows 7 Professional, который мы будем обновлять до Windows 7 Ultimate, компьютер 7.04. Если указать немножко точнее, мы будем использовать Windows 7 Professional с первым сервиспаком 32-разрядную. И разумеется, обновить можно будет только до Windows 7 Ultimate тоже 32-разрядной. Ну, разумеется, с первым сервиспаком. Если интересные характеристики, то они представлены на слайде. Итак, перейдем к первому шагу. Это поддерживаемый сценарий обновления. Что касается их, есть два варианта обновления. Это вариант обновления при помощи носителя с Windows 7. И при помощи Windows Anytime Upgrade этот инструмент встроен во все редакции, кроме Ultimate и Enterprise. По той простой причине, что это максимальные выпуски, в них одинаковый набор возможностей. Итак, когда мы используем Windows Anytime Upgrade, мы можем обновлять такие редакции, как Starter, Home Basic и Home Premium Professional до версий, которые имеют больше компонентов. Соответственно, Starter вы можете обновлять до Home Premium Professional и Ultimate. Home Basic до Home Premium Professional Ultimate. Home Premium до Professional и Ultimate. Ну, а Professional только до Ultimate. Соответственно, рассматривая наш сценарий, мы знаем, что нам доступны только обновления до Windows 7 Ultimate. То есть, с профессиональной до максимальной. Что касается обновления при помощи носителя, для тех, кто видел веб-касты по Windows Vista, там это все было просто реализовано. Вставляем носитель и обновляемся до следующей редакции. Аналогично, как это делает Windows Anytime Upgrade. Сейчас же, когда мы используем Windows 7 с первым сервиспаком, обновить можно только саму на себя редакцию. Это не столько обновление, сколько возможность восстановить исходный набор библиотек и файлов Windows в случае, если вас поразила эпидемия вредоносного ПО, которая каким-то образом испортила исполняемые компоненты Windows. Ну или, что весьма маловероятно, если это было какое-то обновление, например, которое некорректно работает с каким-то установленным у вас программным обеспечением. Если нет другой возможности откатиться назад, откатить это обновление, то можно заново перезашить все библиотеки, вставив в носитель и во время установки выбрав обновление с носителя. Когда мы рассматриваем подготовку к обновлению редакции, а именно сейчас, идеальным средством для этого по-прежнему является Windows 7 Upgrade Advisor или советник по переходу на Windows 7. Давайте перейдем на компьютер с L04, посмотрим, что можно сделать с его помощью. Запустим его. Если вы не знаете, где его взять, ссылка есть на любом установочном носителе. Подробнее в веб-касте по обновлению Windows Vista до Windows 7. Это был предыдущий веб-каст по Windows 7. Итак, советник по переходу выдает нам отчет. Так как у нас установлена Windows 7 32-разрядная, то и соответственно обновление по умолчанию у нас доступно до 32-разрядной Windows 7 максимальная при помощи Windows и не Time Upgrade. Нам тут показывают совместимость программы и прочую информацию. Если мы посмотрим на 64-разрядный отчет, то видим, что требуется выборочная установка. Ну а пока вернемся сюда. Есть набор программ, здесь можно посмотреть, которые здесь используют несколько продуктов Adobe, Silverlight, браузеры, библиотеки Visual C++. Давайте перейдем на панель управления, посмотрим отсюда программы и компоненты. Вот их здесь достаточно много установлено. Также установлено все на сегодняшний день обновления, то есть до 18 февраля я все их поставил. Как видим их тоже достаточно много. В том числе здесь у нас есть и Security Essentials со своими обновлениями. Ну давайте попробуем посмотреть, что самое главное для нас, это чтобы у нас было необходимое количество места на жестком диске. Открываем диск, видим, что у нас есть свободно 28 гигабайт. То есть более чем 16 свободных есть. Соответственно все библиотеки можно будет даже при установке сносителя перезалить заново. Точно так же и используя Windows Anytime Upgrade. На этом разбирать подготовку к обновлению мы заканчиваем. И переходим к последнему шагу. Мы попробуем обновить редакцию Windows 7 с Professional до Ultimate. То есть с профессиональной до максимальной. Инструмент Windows Anytime Upgrade находится где угодно. Например можно найти его в пуске. Вот он. Либо если это например центр поддержки. То есть здесь у нас есть центр обновления Windows. И тут у нас есть Windows Anytime Upgrade. То есть где угодно. Каким угодным образом запускаете его. Есть какое-то важное обновление для .NET Framework. Но не будем его ставить, потому что сейчас будем использовать Windows Anytime Upgrade. Два варианта с чего начать. То есть выбрать наиболее подходящий выпуск Windows 7. Но мы использовали советник по переходу на Windows 7. Upgrade Advisor. Убедились, что нас будет интересовать версия Ultimate. То есть максимальная. Что нам необходимо сделать для того, чтобы обновиться. Нам нужно просто ввести ключ обновления. Далее. Проходит проверка ключа. Разумеется вам нужно будет подключение к интернету. Как видим у нас оно и есть. Вам необходимо будет принять условия лицензии. И после этого начнется процесс обновления. Запускаем обновление. Одном варианте будет выращивать фон. После перезагрузки мы получили сообщение о том, что обновление успешно завершено и компьютер готов к работе. Также мы видим, что активация еще не выполнена, то есть ключ продукта введен, необходимо будет через интернет выполнить его активацию. Видим, что антивирус и все программное обеспечение вместе с рабочим столом, его обоими документами, которые были на компьютере, перекочевали в новую редакцию. Если мы перейдем на панель управления и посмотрим в программы, они все здесь есть. Посмотрим на установленное обновление. Обновления также перешли в новую версию, сейчас загрузится обновление Windows, которые были. Разумеется, редакция Ultimate, в отличие от Professional, имеет ряд возможностей, которых нет в Professional, поэтому снова проверьте обновления, потому что наверняка они будут. Вот, например, самый простой пример, это набор языков, который доступен в Windows 7 максимальная. Видим, что Internet Store 9 также перекочевал, то есть все обновления нормально сохранились. Единственное, что ярлык вернулся, по-моему, его не было в предыдущей версии, но это не столь важно. Вот, также можно посмотреть на панели управления, настройки. Я делал по умолчанию язык английским, он также здесь перенесся сюда. И настройки электропитания также перенеслись в предыдущей версии. Вот так вот достаточно быстро, у меня это все заняло примерно минут 5-7 от силы. Я обновил редакцию до максимальной. Таким вот несложным образом. Поэтому считаю, что отличный инструмент, удобный. Жаль, что отключили возможность обновления с носителя, но тем не менее, сделали вот такой вот новый инструмент. Замечательно, можно пользоваться им, ничего сложного в этом я не вижу. Подведем итог. Два варианта, то есть, если нам нужно восстановить исходное состояние системы и все ее файлы, мы делаем обновление с носителя, то есть, возвращаем редакцию в исходное состояние. Если нам необходимо обновить редакцию, используем Windows Anytime Upgrade. В качестве подготовки к обновлению, если у вас нет под рукой возможности, или вы не помните, какие редакции до каких обновляются, можно использовать Upgrade Advisor. Он вам подскажет, что и как. С этим тоже никаких проблем нет. Ну и вот мы посмотрели обновлению редакции, все настроечки вашего пользователя никуда не потеряются, только получите новую возможность компонента. Делается это очень быстро, ничего сложного нет, так что, думаю, легко разберетесь. Если вас не устраивает такой вариант, ну вот мы рассматривали ряд других вебкастов, когда мы делали чистую установку в качестве второй операционной системы. Вам никто не запрещает попробовать установить новую редакцию второй операционной системы и попробовать работать с ней. Если вас устроит редакция, а потом просто откажетесь от первой. Вот таким вот образом. Ну а о том, как перенести данные между двумя компьютерами с Windows 7 или с компьютерами, которые не поддерживают обновления, я сделаю несколько вебкастов позже. На этом все, спасибо за внимание, надеюсь материал окажется для вас полезным, что-то новое вы для себя узнали. Если есть вопросы, пишите мне в почту на lebedefury.gmail.com, больше материалов можно найти у меня на сайте. Ну и все новости одной строкой и подписка на них у меня в блоге на lebedefum.blogspot.com. На этом все, спасибо за внимание и будьте здоровы!